Приветствую! Совсем короткое видео об некоторых новостях и моих аквариумах. О новостях, которые в них происходят, короче говоря. В общем, кипячу я себе гранит. Надеюсь, что это гранит. Судя по всему, это похоже на гранит. Сейчас я выключу вытяжку, а то слишком шумно. Вот, часика на два я оставлю, буду подливать воду. Вроде как, гранит это у нас нейтральный камень для воды. Его можно применять для украшательства. Стало еще мельче, еще меньше мальков. Плавает где-то там креветка. Блин, надо будет фон меня перевернуть здесь и сделать фон голубым. Может быть, сейчас я этим и займусь. В общем, мальчник опустел попутно до мытья фильтра, до мытья губки. Убрал я весь желтый ненужный роголесник. И вон его осталось совсем немножко. Совсем немножко. Ну, лимонник не растет. Здесь вот отсаженное. Более-менее... Вон, смотрите, сколько гупешек. Это же просто сойти с ума. Все это я буду сейчас высаживать. Здесь вот меченосики и несколько желтых гупешек. Вот столько я наловил за сегодня. Ну, в принципе, каждый месяц я стараюсь отсюда что-то вылавливать. Ты смотри, пиццелька еще будет у меня. Вот этого желтого надо самца поймать гупящего. Извиняюсь, у меня немножко замазанная камера. В общем, сейчас буду думать. Насчет малинезии. Все очень плохо. Черных малинезий. Белые у меня не осталось ни одного малька. Ну, вот они сверху плавают более-менее. Ну, они какие-то, ну, совсем уж. У некоторых искривлен позвоночник, я вижу. А некоторые, ну, не знаю, ожирением страдают. В общем, не растут у меня малинезии. Да это и понятно. То, что у меня здесь далеко не Южная Америка. У меня здесь не слишком тепло. Да, сколько тут? Почти 22 градуса. Не слишком тепло и не слишком влажно. Они все-таки привыкли в тропических речушках. Да, по-моему, если мне память не изменяет плавать. Нет, у меня, к сожалению, такого здесь нет. Хотя, в принципе, кое-что тут кипятится. Ну, в общем, как-то так. Стандартно, как я делаю. Перебираю роголистник. Ловлю, кого мне надо. Пересаживаю, потом меняю, мою фильтр и доливаю воду. Потому что здесь испарилось, ну, не менее, наверное, литров 7 испарилось. А прошла всего лишь, ну, неделя-полторы прошла. Примерно. И так в каждом аквариуме у меня. Вот эта банка на 80, там 93 и 100. И у них примерно вот столько же тоже воды не хватает. Хорошая штука аквариум. Если бы он не пах, да, причем все три аквариума у меня пахнут по-разному, то можно его использовать как увлажнитель воздуха. У меня в квартире очень сухой климат. Очень сухой климат. Еще одна функция аквариума. Ну, вот я смотрю, из гупешек осталось почти что ничего. Это замечательно. А 4 пиццельки будут. Ну, вот малинезия, что-то ей совсем хреново. Но она, скорее всего, сдыхнет. Скорее всего, сдыхнет и ничего хорошего с этого не будет у меня. С этой малинезией. Но фильтр мы почистим, это понятно. Почему-то не вижу я креветок. Вот одна где-то там тусуется. Вон она. Вон поплыла, поплыла. Вроде было 30 штук, но их ни хрена не видно. Ну, вот еще одна вижу. Вон сидит. Надо будет еще докупить. Я у меня с дыхом. Надо будет купить еще сама. И, может быть, петушков, что ли, завести. Но я не понимаю, что я делаю не так. Гупешек ведь не покупают. Чуть позже покажу. А пока доловлю здесь еще несколько гупешек. Буду высаживать нашу компанию из двух кружек, можно так сказать. Ну, вот столько вот рыбьех-малех у нас получилось. Да, мяченосцев немного, но они и растут, конечно, дольше. На гупешке прям, ну, я тысячу-тысячу раз говорил, что если хотите рыбок, заводите себе гупи. Прям пруд как сумасшедший. Ну, малинези белые, конечно, у меня ни одно не осталось. И не осталось у меня... Ну, почти что черный не осталось. Там самка забеременела, но я не знаю, как долго она продержится после отражения. Сорян за грязь, потому что я сейчас буду убираться. Я поэтому видео и начал снимать, потому что возникла, как сказать, необходимость уборки здесь. Да, и стекла почистил. Сейчас буду вокруг аквариума все мыть. Ну, теперь работа предстоит здесь. То же самое нужно будет сделать. Помыть фильтры. Я смотрю, появились желтые гупешки, мать отражала здесь. У меня тут болеет зеленая мяченосиха, да? Сорян, я стекла еще не мыл, но сейчас начну. Это останется за видео. Гупешек, темать муща. Никто их не покупает. Такое ощущение, что хотят все на халяву. Я сейчас покажу свое объявление на Авито. Посмотрите, подивитесь, в общем. Вон целая орава. Только поглядите на это зрелище. И вот у меня малинезия единственная. Осталась плодовитая, заводческая. Можно так сказать, да? Ну, как сказать-то? Производитель. Единственное, осталась хорошая самочка. Мне кажется, и она сдыхнет скоро. Потому что... Ну, я не знаю почему. Вот, к примеру, у меня было дохрена, дохрена ампулярии. И что с ними стало? Ну, с десяток у меня было. Десяток там, десяток сям. Вон ракушка там валяется. Вот две ракушки валяются. И здесь еще одна. Но здесь одна осталась, уцелела. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Когда сдыхают все рыбы. Ой, вру. Когда сдыхают все улитки. Что это за фигня? Может, какая-то химия в воде присутствовала, что они все сдыхли? Потому что в один момент я прям помню, что друг за другом они уходили. Я буквально каждый день выколопывал из аквариума вот этих ампулярий. Здесь она себя прекрасно чувствует. Наверное, даже ей придется искать пару. Ну, я заведу еще на всякий случай еще несколько ампулярий. Надо будет только их найти. Но, может быть, даже на гупешек ее выменять. Тоже как идея, в принципе. Но здесь, конечно, и конь не думал валяться. Все заросло. Стекол надо чистить из белой малинезия. Тоже тащим-то не очень себя хорошо чувствует. Сиамская гупешка нормально себя чувствует. Вы видите, у нее четыре полника. Я ее показывал, в общем. Это такой у нее врожденный порог получился. Что-то они едят. А, они еду почувствовали. Я сдуваю здесь крышки, остатки крошек корма. И вот, и, видимо, учуяли. Ну, и сама еще одного, наверное, надо будет взять. Посмотрим, короче говоря. Ладно, показываю объявление. Буду скринами показывать. Ну, в общем, висит она уже давно, как вы заметили, 211 просмотров. 14 в избранном контакта со мной хотелось заиметь 6 человек. То есть, 6 человек. Ну, пришло, по-моему, 4. Ольга, сколько за гупешками приходило, не помнишь? 3 или 4, по-моему, человека, да? Ну, 3 точно. Но контакты мои взяли 6. У меня 6 не было. Что за херня? Может, на вид какие-то уловки есть? Я не знаю. 14 в избранном. 211 просмотров. Далее осмотрим description, чего у нас здесь. Губь собственного заведения. Осталось молоть. Ну, нет. Нас насчет молоти надо убрать, скорее всего. И написать в разнобой. Есть старики, есть молодняки. Фотографии вроде ничего. Раз 14 избранных. И я написал, чем больше берет, тем ниже цена за хвост. Это логично, это правильно. Осталось примерно 50 штук. На самом деле, где-то за сотню. За сотню, если считать, прям вообще всех. От 40 штук по 10 рублей за штуку. Ну, а 50 тогда надо. Значит, сегодня отрядащу. Ну, понимаете, ребята. Вот поэтому я страну и не люблю. Недолюбливаю. Вы спрашиваете, почему? Ну, добавило 14. Пришло 3. А контакты взяло 6 человек. И просмотрело 200. На халяву просто хотят. Ну, у меня, к сожалению, здесь деревня. И как бы я не совсем могу себе бесплатно позволить. Да, потому что здесь только один зоомагазин, то он работает. Хер пойми как. Не всегда есть корм. Я туда пошел, мне сказали, что никаких приемок у нас нету рыбы. Почему? Все потому, что хотят за бесплатно, на халяву. Вот давайте на этой ноте, кстати, не очень хорошей, закончим. Спасибо за внимание, особенно за внимание. Я пойду дальше ковыряться. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...